Я постараюсь, чтобы была дискуссия. Добрый день, уважаемые коллеги. Я сегодня хотел с вами обсудить брахотерапию как одного из возможного варианта лечения пациентов с раком слизистой оболочки полустирта. Своё уступление хочу начать со слов Александра Белла о том, что нет причин, по которым маленький кусочек радиозапаян и в стеклянную трубку не может быть помещен в самое сердце опухоли. История брахотерапии непосредственно связана с открытием рентгеновского излучения. После того, как оно было открыто Пьер Марием Кюри, уже в начале XX века появляются сообщения о том, что можно пациентов с опухолями головой и шеей лишить при помощи брахотерапии. На протяжении XX века становилась и развивалась брахотерапия. Своих успехов она достигла в 60-80-е годы, когда в 60-м году была разработана концепция автоматизированного автолодинга. И в 80-е годы разрабатываются правила имплантации расчёта дозы, известные как парижская система. В России также происходит развитие и становление брахотерапии. Она связана с именами Павлова Александра Сергеевича, Евтюрина Борец Михайловича. Как и любой метод лечения опухоли головы шеи, у каждого метода есть свои показания и противопоказания. Показание для брахотерапии среди пациентов с полостью рта является размер опухоли, соответствующий критерию Т1-2, используемый для рака губы, языка, слизистой оболочки полости рта. В качестве буст в плане органосохраняющего лечения в комбинации с наружной лучевой терапией, хирургией, полихимиотерапией. И лечение рецидивной опухоли после проведения хирургического лечения или наружной лучевой терапии. В СН всего несколько строк о применении брахотерапии. Там сказано о том, что брахотерапия используется реже благодаря улучшению местного контроля, полученный при проведении конкурентной химио-лучевой терапии. Но этот метод также не забывается, потому что имеет хорошие показатели лечения. Противопоказания для брахотерапии абсолютными являются инфильтрация костей, хрящей и крупных сосудов опухолью, активные инфекции во внедряемые ткани. Относительные противопоказания – это отсутствие четкой дифференцировки края целевого объема при расчете дозы, техническая сложность имплантации опухоли данной колокализации, размер опухоли более 3 см и распространение опухоли на альвеолярный отросток нижней челюсти. Преимущество брахотерапии – это конформность и прецизионность метода, хорошая переносимость пациентами и уменьшение сроков лечения, стоимость лечения, уменьшение лучевых реакций, поздних лучевых осложнений, также высокая пропускная способность отделения. Основными недостатками является необходимость хирургического вмешательства, при установке интрастатов и нарушение питания и дыхательной функции после установки интрастатов. Обязательно предлучевая подготовка, которая заключается в санации полости рта. Также необходимо изготовление индивидуальных защитных кап. Они нужны для профилактики остеорадионекроза на нижнюю челюсть. Капы должны заключать в себе свинец, который заключен в пластиковую защиту. Они должны уменьшать передаваемую дозу на 50%. И в зависимости от источника, который используется для брахотерапии, толщина свинца может быть либо 2 мм, либо 1 см. В нашем учреждении брахотерапия производится на автоматизированном аппарате мультисорст, который заключает в себя контейнер, где находится источник облучения, шланги, по которым этот источник передается в интрастаты. Источник этот помещается на определенное время, в каждый шланг последовательно, в зависимости от программы облучения. Для проведения брахотерапии в основном используются 2 источника. Это Иридий-192 и Кобальт-60. У каждого есть свои преимущества и недостатки. Подробно о них останавливаться не буду. Глобально отличаются периодом полураспада и энергии, которые отдают. Эти недостатки можно нивелировать за счет оптимизации дозного распределения при планировании лучевой терапии. Основные методы брахотерапии – это низкодозная брахотерапия, это когда облучение идет длительно в течение нескольких дней, источник устанавливается в опухоль и остается нам на несколько дней. Запланированная доза дается за один сеанс, но этот метод имеет свои ограничения. И высокодозная брахотерапия – доза подводится за несколько фракций. Сеанс лечения длится 5-10 минут, между фракциями должно быть не менее 6 часов. Преимущество высокодозной терапии – это более конформное распределение дозы, исключается движение органов в момент облучения, реоксигенация опухоли между отдельными сеансами и большая пропускная способность. И в отличие от низкодозной нет лучевой нагрузки на медицинский персонал. Методика сочетанной лучевой терапии, применяемой в нашей клинике, заключается в том, что на первом этапе пациентам проводится конформная лучевая терапия в традиционном режиме фракционирования с разовой очаговой дозой 2 грея. Доза подводится порядка 44-50 грея на первичную опухоль и региональные лимфатические узлы. Затем проводится брахитерапия с разовой очаговой дозой 3 грея 2 раза в день. Инициативала 6 часов до суммарной очаговой дозы 70-74 грея. Пораженные лимфатические узлы, если в этом есть необходимость, дополнительно облучаются на электронном ускорителе. Методика внутренней тканевой брахитерапии. Пациенту выполняется МРТ, создается шаблон. По этому шаблону устанавливается интерстат. Они устанавливаются через подбородочную область, согласно правилам парижской системы на расстоянии 1 см. Эти интерстаты должны быть параллельно друг к другу установлены. После установки интерстатов пациенту выполняется компьютерная томография. И уже физики, сопоставляя результаты данных компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии, уже с установленными интерстатами строят виртуальную трехмерную модель для изодозного распределения и проводят дозиметрический расчет. Тем пациентам проводится внутритканевая брахитерапия на автоматизированном автологии в аппарате мультисорс. Мы имеем опыт лечения 15 пациентов раково-слизистой оболочки полости рта. Так вот они были распределены по локализациям. В основном это состояли пациенты с локализацией опухоли на полости рта. Также эти были пациенты с локализацией на языке и на слизистой щеке. Преобладали в основном мужчины. Средний возраст составил 59 лет. По стадии они были распределены. В первой стадии 2 пациента, в второй стадии 6, в третьей стадии было 5 пациентов, и с четвертой 2 пациентов. Лучевые реакции. Мы отмечали появление лучевых реакций в виде мукозита 1-2 степени через 3-5 дней после начала брахитерапии. Следует отметить, что эти лучевые реакции не влияли на длительность лечения. То есть лечение не останавливалось для купирования этих лучевых реакций. Какие мы получили результат лечения? Полный терапевтический эффект мы отметили у 8 пациентов. Стабилизация в 4 случаях. И, к сожалению, в 3 случаях мы отметили рецидив заболевания. У двоих пациентов рецидив был отмечен через 3 и 6 месяцев после окончания лучевой терапии. В области первичного очага. По-вседущему было выполнено хирургическое лечение. У одного пациента через 1 год после проведения брахитерапии и лучевой терапии были выявлены метастазы в регионарные лимфатические узлы, и он также был прооперирован. В заключение я хотел отметить, что применение сочетанно лучевой терапии с брахитерапией позволяет подвести большую дозу к опухоли без увеличения тяжести лучевых реакций. И это является метром выбора при лечении локализованного рака слизистой оболочки полости рта и при отказе пациентов от хирургического лечения. В брахитерапии возможно проведение при повторном облучении рецидива рака слизистой оболочки полости рта, также позволяя подвести большую дозу. И для получения хороших результатов лечения необходим тщательный отбор пациентов. Кроме этого, здесь я не поместил эту мысль о том, что кроме самой брахитерапии нужна команда хирургов, радиологов и медицинских физиков, которые бы отлично между собой взаимодействовали для получения наилучшего результата. Спасибо за внимание. Спасибо. Молодец, Александр Олегович. Заработал на вопрос? Ну, еще как. Осталось целых 4,5 минуты. Два вопроса. Нет вопроса? У меня вопрос. Скажите, пожалуйста, вы источник где берете? На рынке покупаем. Ну, выбором источника занимается клиника, поэтому я не могу вам сказать. Ну, то есть это кобальт, мы используем кобальт в наших аппаратах. Понял. А стоимость, сколько обходится, тоже вы не знаете. Ну, кобальт в любом случае дешевле, чем иридий, потому что замена кобальта происходит в среднем через 5 лет. И он дешевле, чем иридий. Иридий надо чаще менять. Ну, а можно вам вопрос? Зачем вы это знамените? Ну, я вообще, я был много лет экспертом Росатома, этими вопросами занимался, и мне не безразлично, потому что, вот, хорошо, еще вопросы.